Друзья, здравствуйте, здравствуйте, доброго времени суток, честь имею. Я приехала прогуляться на Невский проспект. У нас очень солнечно, температура 21, не жарко. И это моя станция, когда я приезжаю в центр погулять, поэтому я всегда вам показываю свой любимый дом Зингер, если вам видно. Я ничего не вижу на экране, мой Казанский собор. Посмотрите, сколько у нас много народу гуляет. Это при том, что сегодня летний, воскресный день. Очень много людей уехало за город, кто к себе на даче, кто в какие-то темпинги, кто просто на пляже. Кстати, хочу сказать, что я хожу на пляж, и кто живет в Петербурге, могу рекомендовать. Я сама только в прошлом году его для себя открыла. Это я на светофоре стою. Знаете, пляж на Чероково, угол Чероково и Героев. Вот не тот, который с Ленинского проспекта на Героев попадает, а вот именно на Чероково туда, по-моему, 500 идет. Вот так что, 226. Не буду, я сейчас могу напутать, потому что мне всего одна остановка, и я там пешочком бегу 15 минут, и нормально. Водичка прекрасная. Работает уже, спасатели работают, я имею в виду катерку, курсируют, да? В общем, все безопасно, все организовано. Единственное, много щипы на берегу еще не убрали. Но если прийти вот пораньше, допустим, в первой половине дня, вообще замечательно. Но позже, конечно, очень много народу приезжает, видать, из других районов. Пляж замечательный. Вот сколько есть живу, да, мы все время куда-то ездили, по четыре часа, ту вот эту каникюлю, искали себе, где искупаться. Забыла, еще какие-то там были у нас места, которые нам нравились. Но это очень много времени занимало, и поэтому вот музычка. Ну, нам реклама не нужна. Если вы, если нас за это накажут, время посмотрите, если вам видно. Я ничего, друзья, не вижу. И народу много. Везде гремит музыка. Я не знаю, останусь ли я на попозже. Я имею в виду, когда вот, ну, завечереет. У нас же белые ночи. Мне бы, конечно, хотелось погулять ночью, но это лето у меня сложилось так, что я не очень свободна, да, что могу себе позволить ночь гулять. Так что вот так вот. Ну, помолчу маленько. Посмотрите, сколько людей, как я люблю, вот бывать именно на Невском проспекте, потому что сюда люди пришли именно отдохнуть в хорошем расположении духа. И все наряженные, красивые. Ну, в воздухе смешением разных ароматов парфюма. Мне это не очень нравится, но тем не менее, это вот свистулечки. Молодой человек продает свистулечки. Всегда. Я здесь уже гуляла, просто не снимала мальчика этого. И так вот люди уже погуляли, обедают. Опа, девушка мне чуть в глаз не зарядила. Даже не оглянулась. Он идет. Вишенки какие. Давайте для краски в видео. Вишенки, если вам видно, я не вижу вишенки. А что тут вот? Коктейли, что ли? Знаете, я сейчас еще и должна очки одеть нельзя. Тогда вообще я ничего не увижу. И сейчас вот мы пройдем вот эти терраски, веранды или ресторанные. И я отключусь. Пойду побуду я немножечко на Дворцовой. Полежу там. Может, что-то сниму. Я, видите, уже заканчивается июнь. Ну, у нас как-то погода не была такой, знаете, располагающей к прогулкам. И светофор красный. Ну, что-то все идут. Мне, что ли? И я, что ли, перебегу? Вот я монета кубиков рекламирую, что-то. Вот потом начался Международный экономический форум. Друзья, ну, вот на таких катерочках где-то называется Суздаль. Ну, там тоже пробка образовалась. Посмотрите-ка, видно, нету. Слишком выбор. Вот это выбор. Красота. Ну, красота. Сейчас в пробочку он встанет там. Ну, туристов, конечно, много, конечно, все хотят за этим больше передохнуть и посидеть на открытой палубе. Дать ножкам передохнуть и снова гулять пойдут. Ну, в доброй пыткой с людьми отдыхают в радость. Я не могу перейти 2 метра. Посмотрите, какой плотный поток людей. я хочу сходить в музей-квартира музея Зощенко. Но он закрыт, ну, хотя бы так показать. Ну, вряд ли у меня получит, и я не могу пройти. я начал плакать, честно говоря. А, ну, поверну. Вот сейчас будет мало, конечно. Ой, блин, запнулась я еще. Друзья, памятник гуглю. Смотрите, горизонт. Очевидно, телевизор такой был. Видите? Сетка. А сейчас я вам покажу. Я прошла эту книжную аллею, ну, раз тема такая. Вот девушка здесь, смотрите. Я далеко не пойду. Библиотека, да, у нас, смотрите. Здесь вот все книжечки. А мы идем посмотреть, где находится музей Зощенко. Друзья, смотрите, я подошла в писательский дом музея Зощенко. Вы знаете, я зашла, и адрес стоит в интернете, что Малая Конюшина. Но очень проще гораздо будет, вот если зайти с канала Грибоедова. Да? Вот сейчас куда поедет эта машина? Вот. Музей уже сегодня закрыт. Рекомендую побывать. Ну, там ничего такого, вот посмотрите. Я бывала пару раз, там покупала книжки, мою любимую голубую книгу и аристократку. Вот, музей-квартира. Выходной, вторник, четверг, воскресенье до 18.30. Телефон. Первая парадная, слева третий этаж. Квартира 119. Так, ну вот расписание экскурсий на июнь. Еще уже послед экскурсии. Может мне пробежать, а потом я вдруг не выйду. Вот я, вот туда входить. Туда. Не буду я заходить, потому что вдруг я потом не выйду. Не знаю, открывается, таблетку надо иметь. сейчас я покажу быстренько, как зайти с канала Грибоедова. И это все у меня вот рейка садится. Так, а что я показываю вам стены и когда красота вот такая. Вот, смотрите, спас на крови. Вот он рядом совсем. Прямо 200 метров, да? То есть не доходя. 20-й век. У нас даже в музее литературы. Так, друзья, ну вот, смотрите. А вот немножко видно Казанский. В общем, это все прямо рядышком от Невского. Рекомендую очень. Получите удовольствие. Друзья, вообще вот в интернете малая конюшина, а здесь смотрите адрес какой Чебоксарский переулок. Ну, вот. И на той стороне. Ладно, разберемся, если кто захочет, найдет. Рядышком все. Вон, как ребята репетируют, очевидно. Сейчас пойдут на Невске работать. Время 20 минут восьмого. Красивая такая историческая справка. Я даже не знаю, что это такое. Мне кажется, что это что-то подсобное здесь какое-то помещение. Никогда мне читать. Ну, ладно. Редактор субтитров Корректор А.